Что мы делаем, если заболела голова? Принимаем обезболивающие. Что мы делаем, если поднялась температура? Принимаем жаропонижающие. Вроде бы мы знаем, как применять эти лекарства, но оказывается, часто, сами того не подозреваем, мы принимаем эти лекарства слишком много, из-за чего могут отчаться серьезные проблемы со здоровьем, могут возникнуть внутренние кровотечения и опасные галлюцинации. Какие же популярные лекарства могут привести к передозировке? И как правильно их принимать, чтобы не навредить здоровью? Сейчас узнаем все подробности у нашего эксперта. Поехали! Соломатина Елена Павловна, врач-терапевт. Лена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я очень удивилась, узнав, что есть лекарства, которые мы часто принимаем, и, оказывается, у нас может быть их передозировка. Какие лекарства мы принимаем слишком много и к чему вообще это может привести? Лекарства, которые понижают температуру, снимают воспаление, как бы отчасти обезболивают, их рекламируют противопростудные, от гриппа, простуды. Вот обычно приходишь в аптеку и говоришь, можно мне что-нибудь от простуды? Ну и тебе дают порошочек какой-то. Ну любое, только смотрим по цене. Но они все содержат парацетамол. И они, конечно, вкусненькие, хорошо пьются, и действительно, ну вроде бы выпили, подумаешь, там шипучечка. А потом кто-то говорит из домашних, ну ты еще парацетамол выпей, да? И, в общем, человек выпивает еще парацетамол. А потом еще, да, так на ночь, чтобы уж так уж точно температура там спала. И в конечном итоге он может почувствовать вялость, сонливость. Он все это может даже связать с каким-то вирусным заболеванием. А это могут так проявляться интоксикации печени. Когда у нас идет интоксикация, и печень плохо справляется со своими обязанностями, соответственно, начинают страдать другие органы. Это получается интоксикация печени чем? Именно парацетамолом. Получается, что вот эта передозировка, можно выпить не более 4 граммов, и то это индивидуально. И парацетамол, он вступает в взаимодействие с клетками печени, и фактически их разрушает. То есть образуются вот такие микронекротические изменения, то есть омертвевшие буквально, да, кусочки. И, естественно, печень, она не может выполнять нормально свою функцию. А раз она не может выполнять свою функцию, она же еще и отвечает и за свертываемость крови, может даже проявляться какой-то сыпью. Это может быть какие-то геморрагические последствия. Поэтому здесь нужно очень подходить к этому внимательно. Итак, друзья, первый препарат, который мы часто принимаем, и у нас может возникнуть его передозировка, это парацетамол. Какие еще лекарства мы можем случайно передозировать? Ну, всеми нам любимые обезболивающие, так называемые, да, которые мы принимаем по поводу и без повода, всевозможные несероидные противовоспалительные средства. Дело в том, что вот эти препараты, они действуют неизбирательно. Вот у нас есть такие ферменты, там, ну, со страшным названием циклоксигеназа 1 и 2. Воздействуя на одну группу, они снимают воспаление, да, то есть те, которые вызывают воспаление, они уже их просто не вызывают, прерывают этот сигнал. Но они действуют и на вторую группу, которую защищают наши внутренние органы, и в частности, желудочно-кишечный тракт и слизистую желудка. И поэтому, если мы начинаем их пить тоже бесконтрольно, часто бывает, что дозировку многократно повышают, где-то грамм 200, вот так. Только в экстренных случаях до полутора граммов, но это вот единоразовое. А вообще, да, чем меньше, тем лучше. И обязательно только на полный-полный желудок. То есть, правильно ли, я понимаю, что это может как-то нарушать ЖКТ, Диареи могут начаться внутренние кровотечения. Второе лекарство, от которого может возникнуть передозировка, это обезболивающие нестероидные противовоспалительные препараты. Например, ибупрофен. Какое еще средство мы можем передозировать, сами того не подозреваем? Ну, мы же занимаемся самолечением, и часто бывает, когда у нас возникает диарея, причем по разным абсолютно причинам, но никто же не будет разбираться, собственно, в причине. Из чего люди просто берут, нужно быстро там дальше бежать на работу, учебу и так далее, против диареи. Ну, что у нас самый наш известный, это лоперамид. Значит, механизм действия какой? Фактически, так как у нас в кишечнике находятся рецепторы такие опиоидные, да, и, по сути, в общем, он присоединяется к этим рецепторам, и кишка, она просто встает, то есть нарушается моторика, да, там и тонкая, и толстая кишка, и все. На это время нехорошо, диарея проходит, человек идет работа. Вот, диарея проходит, да. То есть дело в том, что действительно затормаживаются очень многие вещи, даже вплоть до того, что в передозировке идет нарушение со стороны нейромедиаторов, то есть нейротрансмиттеров, которые передают вот этот нервный импульс. Поэтому человек может чувствовать головокружение, такой сонливость, ступор. Ну, когда все стоит, да, то, соответственно, и уже идут нарушения со стороны головного мозга. Это вплоть до развития вот цифлопатии, то есть и до эволюцинации. Поэтому с такими препаратами нужно обращаться очень аккуратно. Можно самому... То есть получается, что надо сначала выяснить причину диареи, а потом уже принимать это лекарство? Сначала можно сорбенты, да, можно там, если вот что-то человек чувствует, переел, ну ладно, там еще можно ферменты. Еще один препарат, который может вызвать передозировку, это препараты против диареи. Лена Павловна, спасибо вам большое, что поделились такими важными знаниями. Спасибо, будьте здоровы. Друзья, конечно, очень важно разбираться в разных нюансах лекарств. Но лучше всего, чтобы они вообще вам не понадобились. Любите себя и свой город, москвичи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok